Если мы, республики, где-то соберут 20 сетенов зерна с одного гектара, для этого года это, конечно, было бы неплохо. Низкая урожайность и, соответственно, затраты уже понесены. Затраты они составляют не меньше, где-то 15 тысяч рублей за один гектар. И это будет, конечно, обусловлять высокую себестоимость и зерна, и зернофуража. Я не понимаю, в то время как корабли космические бороздят просторы космоса, мы никак не можем спрогнозировать, получается. Нужно еще страховым компаниям завоевать доверие сельхозтоваропроизводителей. Очень многие годы у нас сельхозтоваропроизводители не могли получить компенсацию за полученный ущерб. То есть возмещение ущерба не произошло, не происходило, или же не в полном объеме. Уборочная кампания и тема программы «Главные новости» в студии Ляйсана Абдулина. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok 24. Пройти можете через специальный QR-код, который видите на своих экранах. Так что звоните, проходите, голосуйте и, конечно же, задавайте свои вопросы и оставляйте свое мнение и комментарии. А в гостях у нас сегодня Ильгизар Гайнудинов, доцент кафедры организации сельскохозяйственного производства Казанского государственного аграрного университета и заслуженный работник сельского хозяйства, между прочим, Республики Татарстан. Ильгизар Галимодинович, здравствуйте! Здравствуйте! Для иллюстрации сегодняшней темы я предлагаю начать с сюжета. Дело в том, что действительно в Татарстане уже неделю идет уборочная страда. Специалисты встревожены из-за аномальной жары. Урожайность этого сезона может быть вдвое меньше прошлогоднего. В 38 из 43 районов республики объявлен режим чрезвычайной ситуации. Альметьевский район в их числе о том, как идет там сейчас работа на полях. Давайте посмотрим вместе сюжет. Первыми в Альметьевске к покосу приступили аграрии, хозяйство имени Токарликова. На их полях созрела озимая пшеница. Уборке в этом году мешает жара. В прошлом комбайнеры предприятия собрали с гектара 30 центнеров. В 2021 урожайность упала. Меньше 20 центнеров с гектара. Мы рассчитывали на более солидный урожай. Но теперь, сегодня задача стоит убрать то, что выросло. Но над урожаем уже невозможно работать. Поэтому задача в кратчайшие сроки, с минимальными или без потерь убрать. Аномальная жара 10-летней давности научила земледельцев делать запасы на зиму. Пока ситуация под контролем. Но президент республики Рустам Мениханов объявил режим чрезвычайной ситуации. Наши сельхозпредприятия могут выходить на банки, у кого есть кредиты, у кого есть лизинговые договора. Будем работать над тем, чтобы отсрочить платежи. Те хозяйства, которые застраховали свои посевы, будет поддержка со стороны страховых компаний. Зерно пойдет на откорм скота. Альметьевский район делает ставку на молочное животноводство, а не на мясное. Поэтому на экспорт в другие регионы страны идет именно молоко. Затруднения могут почувствовать не только местные производители. Нехватку сырья могут ощутить в не такой уж далекой Пензе. Уходят в Пензу, там, как мы знаем, кондитерская отрасль очень развита. И сухую сыворотку приобретают с нашего молокомбината. Те предприятия, у кого дела идут хуже, могут договориться с соседями о помощи. В районе такие договоренности уже есть. Но, как говорят в такарликовском хозяйстве, помощь не понадобится. И есть свои запасы. А свежий урожай перед хранением надо подсушить. Влажность на сегодняшний момент где-то 18,5%. Но эта влажность для нас приемлема, потому что у нас есть зерносушилка. В этом году в уборочной кампании будут участвовать больше сотни комбайнов. Параллельно с полевыми работами идет заготовка кормовой базы, чтобы бычки, коровы и телята смогли пережить зиму. Заготовлено уже больше 30 кормовых единиц. Сергей Туманов, новости Татарстана. На самом деле очень приятные картинки. И новую технику приятно видеть. Но давайте ситуацию разберем поподробнее. Если сейчас в сегодняшней позиции только началась кампания, но тем не менее, каковы прогнозы на этот урожай? Действительно, у нас результат Татарстана, где-то поселы Ярава, Зернового культа занимает где-то 1,6 млн гектаров. Из них пока еще убрано где-то 5-6% по оперативным данным СИЛХ и ПРОД Республика Татарстана. Но действительно, как было сказано в этом сюжете, аномальные засушливые погодные условия. В апреле, май, весенний период, соответственно, начале лета. И сейчас еще продолжается в многих районах засуха почвенная, она атмосферно засухой в месте совокупности уже сказывается. Она привела к тому, что ожидаемый урожай значительно, конечно, будет меньше. На сегодняшний день по Республике Татарстан, по оперативным данным, урожайность по обранной площади составляет где-то 19 сетнеров. Если мы, Республики, где-то соберут 20 сетнеров зерна с 1 гектара, для этого года это, конечно, было бы неплохо. Почему неплохо говорю? Потому что у нас для того, чтобы обеспечить себя достаточным количеством зернофуража, то есть как корм же, большая часть зерновых идет, необходимо где-то 3 млн тонн зерна заготовить. А где-то еще для хлебопекарных целей где-то 350 тысяч тонн. То есть как минимум 3,5 млн тонн необходимо для того, чтобы обеспечить собственные потребности Республики. А что вот излишек, она экспортировалась или же вводилась в другие регионы, продавались в другие регионы. Но, конечно же, низкая урожайность и, соответственно, затраты уже понесены. Затраты, они составляют не меньше где-то 15 тысяч рублей за 1 гектар. И это будет, конечно, обуслать высокую себестоимость. И зерна, и зернофуража, и, соответственно, основная часть зерна, это зернофуража идет на корм скоту. И это, конечно, будет приводить к повышению себестоимости молока. И, соответственно, мы, конечно, говорим, что поддержка аграриев, она необходима, потому что цены-то на материалы растут, и ГСМ тоже. Особенно вот в эту пору надо, все же, всю площадь надо убрать. И, соответственно, на горшочесмазочные материалы очень высокие цены. Так, Илья Александрович, вы прямо сейчас весь круг проблем очертили. Ну, давайте чуть поподробнее на некоторых позициях. Первое. Вы простите меня за дилетантский вопрос, но я не понимаю. Наши в то время, как корабли космические бороздят просторы космоса, мы никак не можем спрогнозировать, получается, я сейчас не только про республику, вообще, в принципе, про российское хозяйство. Мы, получается, не можем спрогнозировать эту жару и не можем принять какие-то меры. Опять же, система мелиорации. Я, конечно, с вами согласен, но действительно уже засушливые условия, они уже начались с 2010 года. Есть такой показатель, который называется гидротерамический коэффициент селянинового. Она для идеальных условий, то есть, когда влажность и температурный режим тепло в идеальном состоянии, допустим, для земледелия, единицу составляет. А после 2010 года этот коэффициент упал 0,7 и меньше. То есть, это означает, что у нас климат меняется, и, соответственно, мы должны были быть этому готовы. И после 2010 года были рекомендации даны сельскохозяйственным товаропроизводителям, чтобы сеять яровые, зерновые, больше сорта засухоустойчивые сорта. Они, конечно, ниже дают, чем обычные сорта урожайств, но, тем не менее, все равно для того, чтобы себе застраховать, половину или каких-то пропорций по ним вот этими засухоустойчивыми сортами занимать. Во-вторых, мелиорации, это же зависит от того, насколько сельскохозяйственные предприятия показывают свою активность. Есть у нас достаточно много государственных программ. Например, 70-30, то есть, допустим, 70% из-за отраты несут сами предприятия, 50% государство возвращает. Я даже слышал, есть отдельная программа, где даже 70% можно возмещение получить. Но надо усчитывать, у нас традиционно, в Татарстане, в основном орошение производилось на кормовых культурах. То есть, мы награли травы, например, кукуруза, например. А зерновой культуры у нас мало, где орошаются. Соответственно, это, по сути дела, и яли невозможно делать. Потому что, во-первых, орошительные системы, в общем-то, дорогие. Но в советское время, скажем так, да, 85-е годы, 82-е годы, наверное, и вы помните, я помню. Большинство полей, в основном, где мы награли травы, это основной вид корма для животноводства, и сена, и сенаж, и все проще едают. Так, другие виды корма. По сути дела, они орошались. На сегодняшний день у нас, по сравнению с прошлым годом, четыре раза больше орошается земли. Где-то 57 тысяч гектаров. Но, учитывая, что у нас площадь многолетних трав 427 тысяч гектаров, я считаю, четыре года мы их используем, хотя бы одна четвертая часть обязательно должна орошаться. А это 110 тысяч гектаров. Получается, в два раза надо увеличить площадь орошаемых многолетних трав. Как страховой культуры, как культуры, которая дает основной вид корма для животноводства. А настолько обеспечено сегодня животноводство кормами, от этого зависит и наша продуктивность коров, и, соответственно, себестоимость молока и мяса, которые мы едим и употребляем. Правильно? По поводу продуктивности, но не коров, а некой смычки теории практики. Я знаю, что ученые, в том числе и вашего университета, принимают активное участие в разработке новых сортов, и в том числе, я так понимаю, и пшеницы тоже. Это предпринимается? Ведутся ли такие разработки? И вообще в своих работах учитываете ли вы тот самый фактор природный, да, климатический? Конечно, в своих исследованиях вот сейчас у нас наши ученые, особенно по растению, по земледелям, во-первых, изучают различные способы обработки почвы. После 2010 года у нас в Республике Татарстан была рекомендована почвозащитная система обработки почвы с глубоким рахлением один раз в несколько лет. И, соответственно, оставление стерни. Но вот что у нас изначально проводилось, вот зимой, наверное, вы очень редко можете увидеть снегозадержание. То есть стерня сама задерживает снег, так сказать, и, соответственно, это зимний запас влаги. И, соответственно, еще мы проводили дополнительные снегозадержания. Вот такие приемы. Соответственно, при обработке почвы, на поверхности почвы должна оставаться мучирующий слой, который задерживает испарение влаги, который впитывается осенний-весенний период, допустим, с зимними осадками. И, соответственно, вся эта технология изучается и рекомендуется. Необходима стабильность и изучение и внедрение таких технологий в течение пяти лет, хотя бы за одну ротацию севого рота. От одной крайности до другой крайности не надо впадать, потому что год на год, как говорится, не приходится. То есть ваши рекомендации после... Я напомню телезрителям, что объясню, вернее, почему неоднократно с вами тут оперируем, как раз с 2010 годом, именно тогда была страшная засуха, и были проблемы с урожаем, и не допустить повторения этой истории, как раз получается ученые тоже на стыке, на страже этого стоит рекомендация предпринимательства. А какие еще? Обязательно. Я еще хочу добавить, так как я представитель Агроном-Университета, как у нас говорили раньше, и она сейчас актуальна, я считаю, кадры решают все. То есть стабильная подготовка кадров, и, соответственно, обеспеченность отрастливыми специалистами, и агрономами, и зоотехниками, ветеранными врачами, да? То есть это комплекс все-таки. Да, и организаторов производства. О чем вы меня спрашиваете, почему планово не ведется, почему не прогнозируется, это же кто делает? Это менеджер-организатор производства. То есть раньше был экономист-организатор производства, так вот, а сейчас Министерство высшего образования и науки, к сожалению, нашло, что непрофильный подготовка бухгалтеров-экономистов, и 10 лет нам не выделяют, к сожалению, бюджетные места. Я считаю, это грубая и глубокая ошибка. Я сейчас, кажется, действительно забольной вас задела, но давайте вернемся к тому, что волнует действительно каждую семью. Опять же, когда мы говорим с вами о ценах на хлеб, многие могут даже, наверное, не подозревать, на самом деле мы сейчас говорим про довольственную безопасность нашей республики, да? И поясните, пожалуйста, вот еще раз на пальцах буквально, почему, если вдруг подорожает, допустим, зерно, это может сказаться и на всей корзине? Во-первых, зерно у нас является основой для мукомольной промышленности, так ведь? А из муки делается все то, что мы употребляем и покупаем в магазинах. То есть кондитерские изделия и так далее, и так далее. И, соответственно, первоначальные затраты зависят от себестоимости сырья, который перерабатывается и муку, соответственно, из муки и других видов продукции. Но не стоит забывать, что производителем зерна являются сельскохозяйственные товаропроизводители, и фермерские хозяйства, и сельхозпредприятия, да? А там есть еще переработчики, они еще свои затраты добавляют, свою ориентарность добавляют, так ведь, и плюс еще торгующие организации. Ну вот мой наивный вопрос. Почему тогда молоко зависит цена, и, извините, тоже мясо зависит цена, и картошка? Давайте я попробую объяснить, так ведь? Да, хорошо. На примере молока. На сегодняшний день в Республике Татарстан молоко сельхозтоваропроизводители реализуют, в лучшем случае, 26 рублей за литр. Это 3,6% жирности. В магазинах сколько вы покупаете за сколько? 2,5% жирности. 2,5, да. Сколько за литр вы покупаете? Это 900 грамм, даже в интернете, так ведь? 55-60 рублей, правильно? Если мы переведем то, что за какую цену реализуют молоко сельхозтоваропроизводители, 26 рублей, на 2,5% жирности, это получается 16-17 рублей за литр. Получается 60 минус 16, сколько остается? 44 рубля. Так ведь? 44 рубля, 42 рубля, это 70% от конечной цены. То есть 70% оседает у переработчика и торгующих организаций. Я считаю, в таких условиях, чтобы цены не поднимались, так как это не сельхозтоваропроизводители в этом виноваты. Я вам доказал, наверное, да? Да, да. Ну, цифры красивые, да, сразу рисуются. И, соответственно, молоко, молочные продукты – это социально значимые виды продуктов. Вот государство должно ввести регулирование торговых наценок. В свое время это было. Потому что мы, пенсионеры, так ведь, многодетные семьи и все остальные городские жители употребляем молоко и молочные продукты. Так как она социально значимый продукт, как и хлеб, вот на хлебопродукты и, соответственно, на молочные продукты, мне кажется, правительство должно ввести вот такие регулирующие, ограничивающие на сценки торгующим организациям, чтобы такого роста цен не было. И повторяю, в этом не виноват, сельхозтоваропроизводители. К сожалению, все затраты несет он, а из конечной цены реализации получают мизерную свою долю. А какие еще меры можете назвать для того, чтобы, допустим, предотвратить рост возможный? Может быть, страхование, я не знаю, урожая производителей? Вы правильно отметили, так ведь, вот страхование урожая. Для того, чтобы большинство сельхозтоваропроизводителей страховали свой урожай, конечно, требуется с их стороны активность, потому что 50% страховых взносов компенсируется государством. Но нужно еще страховым компаниям завоевать доверие сельхозтоваропроизводителей. Очень многие годы у нас сельхозтоваропроизводители не могли получить компенсацию за полученный ущерб, то есть возмещение ущерба не произошло, не происходило, или же не в полном объеме, находили разные причины. В этом, конечно, я считаю, виноваты во многом и страховые компании. Раз ты деньги собираешь в виде страхового взноса, так ведь, засуха, она не случается каждый год, она может случиться, допустим, раз в три года, раз в пять лет, будь добр, за три, четыре, пять лет, которые ты собрал страховые взносы, в оборот, пускай и зарабатывай, то есть, существенно, может быть, государственной долей, так говорить, при государственных банках, например, да, есть ли такие банки, и они должны вот эти деньги увеличивать. То есть, соответственно, а потом уже, когда наступают такие годы, засушивая, так говорить, в полном объеме возмещать ущерб сельхозтоваропроизводителя. Тогда будет взаимопонимание, считаю. Логично все звучит. А давайте сейчас обратимся, собственно, к голосованию, вернее, к опросу, который мы сегодня проводили в течение всей программы в нашей группе ВКонтакте. Напомню, что мы задавались вопросом, как вы оцениваете состояние сельского хозяйства. Итак, затруднились с ответом почти пять процентов наших телезрителей, шесть, почти семь процентов, кстати, выбрали ответ, хорошо оценивают они состояние сельского хозяйства. 18 процентов на среднем уровне. И, обратите внимание, плохо заявляют более 70 процентов опрошенных пользователей ВКонтакте. Вы улыбаетесь на эти результаты, почему? Вот, насколько я понимаю, этот опрос проводится где-то в восемь-девять часов, так говорить? Утро. И это очень, так скажем, активный период работы сельских жителей. И, соответственно, здесь, я так думаю, большинство участия принимали городские жители. Но что хочется сказать, как представители из села, так говорить, и из аграрного сообщества, я считаю, все равно надо быть оптимистом. В любом случае, я считаю, у нас не будет допущена нехватка дефицита продовольствия, потому что и страхование, и другие меры государственной поддержки нам позволят обеспечить республику полностью свою потребность, по крайней мере, в зерновых продуктах, и, соответственно, хлебопродуктах, и молочных продуктах. Но в данном случае необходима слаженная совместная работа и практиков, и ученых, и, конечно же, государства. То есть наша практика. Ну вот сейчас в завершении программы все-таки понятно, еще раз подчеркну, что страда только недели, как идет, собственно, но, тем не менее, вот по вашим наблюдениям, по вашим подсчетам, а ситуация пока в рамках нормы или же уже пора волноваться? К сожалению, здесь нам надо сказать, что части заготовки кормов нельзя успокаиваться, потому что на одну условную голову необходимо торчить 3 сетних кормовых единиц. Вот армическим ранее сказали 3 сетних кормовых единиц заготовлено, это очень хорошо. Но ситуация пока показывает, что у нас первый укос многократно уже прошел, 2 и 3 села сетних кормовых единиц, то есть 1 треть только заготовлено. Я считаю, в этом плане необходимо нашим аграриям усилить свое внимание и, соответственно, на заготовку кормов и соседних регионов, и, соответственно, использовать прошлогодние остатки, чтобы без потерь выйти в зимовку и, соответственно, получить достаточное количество животноводческой продукции и обеспечить наших городских жителей молоком, мясом и другими продуктами питания. То есть обеспечить нашу продовольственную безопасность. Вот в этом плане, конечно, немножко надо поработать. Впереди, дай бог, еще у космонократных трав тоже получим. У нас еще кукуруза населась по сену, по зерновой технологии по сену. И, дай бог, соответственно, и осадков побольше. Да, но локально они проходят, но не фронтально. Локально, если бы были, так вот, парись в Татарстан, то в данном случае, да, можно было, но успокоиться еще рано. Как говорят, урожай не в поле, урожай в амбаре. И соплет по осени считается. Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях сегодня был Ильгизар Гайнудинов, доцент кафедры организации сельскохозяйственного производства Казанского государственного аграрного университета. Спасибо вам большое. Это была программа «Главные новости» в студии Лисан Абдулина. Всего вам доброго.